Не судом единым. За последний месяц детские сады Одессы получали сообщение о минировании минимум четыре раза. Интернет террористов ничего не останавливало. Раз в неделю поступала информация о взрывчатке. Администрация учебных заведений срабатывает оперативно, а чтобы покинуть здание, вывести всех детей на улицу необходимо четыре минуты. Безусловно, морально мы уже очень все устали. Все в напряжении. Когда мы получаем сообщение от начальства, что у нас заминировали, нормальная человеческая реакция, это все испуганы и стараемся как-то собраться и не передать свое напряжение и страх детям. Поэтому в игровой форме их эвакуируем, очень быстро пересчитываем. После этого даем сообщение родителям. И родители, как правило, до приезда полиции их уже разбирают. Администрация учебных заведений отмечает, что они слаженно сотрудничают с родителями. Как только в детсад поступает информация, воспитатели сразу сообщают родителям, чтобы те как можно скорее забрали своих детей. Они пребывают на месте еще до приезда следственно-оперативной группы и кинологов. Батьки, конечно, реагируют на это не очень хорошо, потому что это, в первую очередь, небезпека наших детей, за которую мы, в первую очередь, очень беспокоимся. Потому что это маленькие дети, которых нужно вводить в такие несприятливые погодные условия на дверь. У некоторых детей есть свои дела, которые пришлось отложить их в первую очередь, приезжать и забрать свою дитину. Такие были природные условия. Вчера было погрешение погоды. А вот детям о минировании сообщают только в игровой форме, чтобы они не начали волноваться. Воспитатели говорят, что им необходимо выйти на прогулку. А приход родителей объясняют тем, что те ранее освободились от работы. Из-за такого количества псевдоминирований родители сетуют, почему городская власть бездействует, хотя недавно анонсировала проект по увеличению безопасности в образовательных учреждениях. А киберполиция сидит сложа руки. Киберполиция для нас сегодня это, можно сказать, новый орган, который еще, я бы сказал, не набрал полноценно своих оборотов. Объясню почему. Сегодня социальные сети, весь все медиаресурсы, они идут впереди планеты вся. И так же, как и правоохранительные органы, так же и киберполиция, они не успевают за всеми новыми наработками, за новыми возможностями и так далее. Они работают, они существуют, они имеют возможность отслеживать определенные киберпреступления, преступления, которые происходят с помощью социальных сетей, медиа, звонков и так далее, и так далее, и так далее. Но это происходит, скажем так, не так быстро, как нам бы хотелось, и не на том уровне, на котором нам бы хотелось. Что касается нашей городской власти, вообще мало верю в реализацию любого их проекта. Почему? Потому что уже на протяжении 7 лет действующая власть во главе с действующим мэром, с действующим мэром, не показала никакого реального результата, в принципе, ни в одной сфере. Поэтому и в этой сфере я уверен, что здесь есть свои моменты, где они хотят заработать, это и привлечение своей собственной охраны. Напомню, что 8 февраля полиция вновь получила сообщение о взрывчатке в детсадах Киевского и Суворовского районов. Когда этот цикл псевдоминирований закончится, пока неизвестно, что администрация учебных заведений, что родители постоянно сидят на чемоданах. Заминируют ли садик или школу завтра, никто не знает.